Озеро Элемюс-Сало Не только заповедника, а в первую очередь национального парка международного Это просвещение, экологическое образование Здесь вероятно многое делается уже сейчас и на российской стороне Да, мы по международной программе У нас есть специальный пункт по экологическому просвещению И мы очень тесно сотрудничаем с финской частью парка В этом году к нам приезжали волонтеры Специально для того, чтобы помогать нам обустраивать экологические маршруты По которым могли бы ходить туристы или люди, которые хотят познакомиться с природой С северной природой, вот Карелии Это уже территория Костомукшского заповедника Те самые девственные леса с буреломами, завалами, бездорожьями Но зато и с разнообразием растительности, с обилием всевозможных насекомых Техчих птиц, всякой мелкой живности И, конечно, со стадами северного лесного оленя И речка эта порожистая, бурная, текущая среди камней Называется Каменной И вытекает она из озера Каменного Того, что неподалеку от нашей пограничной заставы Озеро это странной формы и немеренной глубины Оно как будто упало в каменную чашу Со дна которой поднимаются скальные гребни И теперь водную гладь озера украшают 98 островов От безымянного пятачка до большого острова Девичьево На берегу озера Каменного сотрудники заповедника организовали станцию мониторинга Одну из первых ее официально зарегистрировали как международную Подобные станции нужны для слежения за всем, что падает сверху Почти все промышленные выбросы, газы, дымы Европы ветер проносит над станцией Все это можно увидеть, учесть, сопоставить, понять, что и откуда прилетело Кроме того, здешняя земля богата радоном На некоторых животных радон действует как дополнительный источник энергии И поэтому муравейники в таких местах бывают огромные И грибные шляпки попадаются с тарелки На станции ведутся наблюдения по влиянию радона на животный и растительный мир Девственность, нетронутость этих лесов Это наше достояние, которое надо беречь Животные поэтому чувствуют себя здесь хозяевами В Европе таких лесов, где не нарушен естественный ход жизни, почти не осталось Недаром финские ученые так хотят поработать у нас Им есть с чем сравнивать Вырубив почти все свои девственные леса, они их теперь насаживают вновь Но для того, чтобы лес обрел прежний статус девственного Пройдет не одна сотня лет Вот о чем надо всегда помнить КОНЕЦ КОНЕЦ